Привет, танкист! Водхаб на связи! Черчилль Третий, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим к рождеям врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Не премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Маркет и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на Водхаб. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим про Центурион Экшн-Х, британский СТ 10 уровня, который в патче 1.20 значительно прирос в своих ТТХ. И в самых главных, в огневой мощи. Ему ускорили перезаряжание орудия, уменьшили разброс при движении башни ходовой, то есть стабилизацию улучшили, и добавили целых 2 километра максимальной скорости. И сегодня мы разберемся, хорош ли он стал, потому что последнее видео об этом танке у меня было очень давно. И, наконец, пришла пора его освежить. Но вначале мы вспомним о том, какой он был когда-то. Сейчас перед вами все танки 10 уровня, опять же, СТ-шки, упорядоченные по проценту побед. Тут очень много разных технических танков, которые так или иначе есть или нет, там какие-то... Ну, не суть. Главное, нужно понимать, что вот самые крутые здесь. Объект 907, там и так далее, и так далее. И наш парень, знаете где? Вот мы крутим-крутим, и вот он, наконец, показывается. Если посмотреть, что самый последний в этом списке тоже танк технический. То есть, грубо говоря, по данным этой статистики, у него винрайт был 48, грубо говоря. И он занимал четвертое место с конца. Прекрасный СТ. Именно поэтому, в общем, на нем особо никто не играл, его особо никто не любил. И до сих пор не любит. А зря, потому что все изменилось. Теперь давайте внимательно посмотрим на этот список. Здесь я собрал все прокачиваемые СТ 10 уровня, без всяких там акционных, ГКшных и прочих, и без барабанных. Чисто цикличные машины, чтобы померить их урон в минуту. И на первом месте у нас, как всегда, лидирует К-91. Просто турбобатарея Ураган СТБ-1 и АМХ-30Б. Все эти машины вы знаете, а наш парень теперь запрыгнул аж на четвертое место в этот список элиты. Он раньше был, ну, скажем так, где-то в серединке. А сейчас он вот уже прям. Это список не про то, что он самый лучший по ДПМ, а к тому, что просто вы оцените, насколько он выше, допустим, того же Леопарда-1, многими любимого имбового ЦС-ок и прочего. То есть урон в минуту появился у Центрёна Экшн Экс, и это прям конфетка. Если мы также ещё и сравним здесь параметр точности, то наш парень тоже в верхнем списке с разбросом в 0.32. Круто же! Ну, а здесь мы посмотрим на суммарные цифры урона, которые необходимы для получения трёх отметок. Я вам напомню, что это не субъективные цифры, это самая максимально объективная статистика, факты. Здесь не может быть чего-то мнения. Здесь цифры, которые собираются по всем играющим одновременно. И поэтому наш парень раньше Центрёна Экшн Экс был где-то там, ну, в нижней половине таблицы. Его с перевесом огромным вгоняли чуть ли не все СТ-шки. А у нас раньше и по сей день сейчас лидирует из прокачиваемых, важно, ЦС-63, Леопард-1 и УДЭС. И наш парень стал как бы четвёртым прокачиваемым в этом списке. Причём, гляньте, как прыгнула статистика. С четырёх, грубо говоря, ста до четырёх триста на целых двести. Это большой рывок для любого танка. Танк значительный, означающий, что за это время, пока вышел патч, все игроки, которые поиграли на нём, показали результаты лучше, чем все остальные до этого патча. И поэтому вот объективная реальность на ваш вкус. Главное вот что. Если вы на нём сейчас решили фармить отметки, то делать это быстрее, потому что статистика собирается за последние две недели. И все эти две недели, вот они, слабенькие. А здесь танк может гораздо больше. И это можно использовать, обойдясь меньшим количеством боёв и меньшей кровью. Итак, от слов к делу. Давайте посмотрим, как по итогу-то оно всё играется. Причём у нас новая карта, которая вышла в патче 1.20. Называется она Устричный залив. Поставьте отдельный царский лайк за то, что мы её смотрим в начале. Потому что пока остальные игроки только-только с ней осваиваются, набивают свои первые шишки, на них можно уже фармить урон. Где-нибудь там они ошибаются, подставляются и их расстреливать. И поэтому по таким видео можно уже раньше остальных учиться основным позициям каким-то. И для себя что-нибудь подмечать, потом на практике это использовать. Потому что хоть у нас игрок и талантливый показывает, как всё это делается, но играет-то он бесхитростно на танке, на который вы тоже можете играть. Поэтому здесь никаких секретов нет, всё для вас. Итак, самое интересное вот в чём. А, даже начну издалека. Причём, какое мнение ещё об этом танке было у игроков раньше? Я вот иногда посматриваю комментарии к прошлым выпускам, и по этому танку было видео, где вот такой комментарий там завирусился. Мол, там кто-то средний между Леопардом и Паттоном. Едет как Паттон, броня как в башне на Леопарде. Смех и грех, но по сути говоря, я раньше воспринимал этот танк именно так. Потому что его башня, ну, отбивает бронебойные восьмых уровней прям стабильно. Ну, может быть, не все. В лючок могут попадать, да. А вот кумулятивы восьмых и девятых, и особенно десятых, там уже всё, как бы, пробивают все. Вот даже сейчас мы на прокатке получили, не пойми куда. Броня у башни это такое. Если её выцеливают, то там и в лючок можно попасть ему, и в козырёк, и поэтому броня как у Леопарда, и подвижность как Паттона. В принципе, это было, ну, реальностью. Но сейчас, когда мобильность немножко подправили, добавили целых 2 километра максимальной скорости, а я специально ещё уточнил, что у него удельных лошадей больше, чем у Паттона, поэтому он быстрее, чем Паттон. Но броня в башне, конечно, по-прежнему леопардская. И здесь, даже несмотря на это, главное наше достоинство не в том, что мы вышли и нас никто пробить-то не может, нет таких танков в игре, а то, что пока они чем-то заняты, все танкисты, ты на них наколбашиваешь этими жёсткими, мощными кумулятивами с пробитием 330 по всем кому угодно, и набиваешь довольно много урона благодаря урону в минуту, тому самому ДПМу, который показывал вам раньше. Он у нас просто ураганный. Альфа небольшая, там, какие-нибудь 440 или типа того, всего лишь 390 классические, но как часто, как метко он стреляет, как легко сейчас со стабилизацией, не нужно особо долго сводиться. Даже немножко двинулся, прыгнул влево, прыгнул вправо, и разброса практически никакого дополнительного нету, и ты стреляешь метко. Ну, разве что там с этими рассинхронами там иногда и прочее. Бывают осечки, но в целом, если вот стараться и прям вот старательно именно выцеливать, то танк точно не подведёт. И многие, главное, мне писали так же часто, что типа зря ты его не любишь, мне вот он нравится. И правда, если разбираться со всеми остальными танками, конечно, в игре, то у этого гораздо меньше минусов. Во-первых, сейчас какая-никакая броня, но есть, мобильность какая-никакая, но есть, ну и сейчас есть урон в минуту, и всё остальное, что у него было раньше. А также сюда мы добавим ещё и фугасы. У него же не обычные фугасы, он же британский как бы танк с хэшами, и у него пробитие на фугасах 105, с альфой 480, вкусненько как бы, да и подкалиберы тоже вообще-то огонь, 268 пробивают, очень быстро летящие, практически лазер, ну и короче, кайф. Ну правда, всё лицо уже, как говорится, в синяках, да, и вы спросите, ну и где нагиб, братец, всё, хэпэ нет, уже не высунешься. На секундочку, разменялись стоять выгодно, не правда ли? 6, 660, почти 6, и как бы отдали-то всего меньше пары тысяч. Очень выгодно. Вот об этом речь. Причём бой только начался, прошло там буквально 4-3 минуты, собственно, пока ехали ещё сюда минуту. И вот в этом и дело. То есть не нужно, чтобы он там жил дольше всех на свете, дольше Ленина. Просто нужно, чтобы ты за эти пару минут подпм-ил, ты вносишь там 3+, это без учёта всякого оборудования, урона, если совсем поставить, то, наверное, под 4 будет, то ты столько вносишь за 2 минуты, что больше не нужно. Активный геймплей, союзники развлекают с противниками, и ты в этот момент им ассистируешь, находясь в близости от всего происходящего. Весь секрет. И может быть, вам поначалу кажется, что ну как-то на такой СТ-шке не гоже ехать на направление, где играют тяжёлые танки, они ведь типа пробьют. Лучше где-нибудь издалека поснапилить. Да, но это неэффективно сейчас в настоящей мете, потому что правильно именно играть с тяжами. Пока тяжи мутузятся, ты бузатёришь, что называется. Здесь, там, и в общем, формишь себе урон. Вот вся наука, братцы. Это реально просто. И самое главное, эффективно, ещё раз напоминаю, потому что это было на старом центрёне ActionX, но достижимо тоже в какой-то мере. Но нынешние параметры показывают значительный скачок в среднем суммарном уроне, который игроки показали всем скопом на целых 200. Я вам тоже это показывал. То есть танк объективно стал эффективней, и надо это использовать. Гоняйте, практикуйте, пробуйте. Тем более на Устричном заливе. Ну и также вам сюда же в кассу интересный факт об этой карте. Обычно все они у нас 1000 на 1000 метров, а это побольше. Это 1300 метров на 1300. То есть она, если померить в площади на целых 60% больше, больше обычных карт. То есть здесь прям устанешь на Маусе ехать, как говорится, бой может закончиться, пока ты доедешь до первой половины. А на центрёне ActionX... Ну вы поняли. Нет, дело не в том, конечно, что я вам пытаюсь опять ура-позитивный видосик сделать, какой супертанк всем качать. Нет. Просто это история про то, что он был, ну, совсем средним, обычным, заурядным, а стал сильно выше среднего и приблизился уже к самым элитным на свете танкам. ЦСкам, Леопардам, Иудасам. И поэтому ожидайте много статистов сейчас на нём в рандоме, хорошо играющих, игроков и так далее. Танк стал опасным, привлекательным, а значит, они точно на нём поедут кататься. И каждый раз противник, играющий на этой машине, это, скорее всего, не просто какой-то игрок, который мимо проходил, потому что танк давнишний, не хайповый, не какой-то там заманчивый, который вот свежий на каких-нибудь там этих батл пассах или ещё где-то был замечен. Нет, и вовсе нет. Это просто именно танк для тех, кто вот гурман и разбирается во всех на свете колбасных обрезках, включая эти картофельные опилки. Итак, у нас конец боя, хпшек нет совсем и даже в эту секунду умудряемся найти место, которое позволяет ещё пару-тройку тычек кому-нибудь дать на дистанции. Засвечиваем противников откатываем от кустов на 15 метров, они хорошо работают, с хорошей маскировкой, нас в ответ не пересвечивают. И осталось только два раза кумулем пробить в щёку ИС-7-го и ещё, считай, ну сколько тут, буквально пару тычек, дадим ему и это уже будет почти 10к. Охренеть. На Центурионе ActionX, просто на новой карте. Причём видно, что Шотник сам тоже не имеет особого опыта на ней, оглядывался, смотрел на всякие взлетающие самолёты, на вулканы смотрел. Ну, в общем, опыт, во-первых, не пропьёшь, во-вторых, танк позволяет даже впервые попасть на этой новую карту и уже показать на ней хорошие результаты. Ну, а дальше мы дожидаемся, когда наш противник на СТБ подкатит к нам под выстрел и финальный размен, и все уже знают о том, где находится наш игрок, потому что по мини-карте все потыкали, куда именно сводиться, и артовод вражеский тоже уже забегая вперёд, смотрит прямо сюда к нам под хвост, ждёт, когда нас подсветит. В общем, подводим итоги. Небольшой, относительно, но значительный ап самых главных параметров огневой мощи делает сейчас СТБ не просто хорошим танком, а выше среднего. И он приближается к самым лучшим танкам в игре среди прокачиваемых СТ-шек. Это означает, что сейчас самое лучшее время его качать, на нём играть и кайфовать, потому что всё остальное было ошибкой и неправдой. На сегодня у нас всё. Ставьте ещё раз лайк, если не поставили его раньше, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, потому что кто его знает, может быть, самый интересный попадёт в следующие видео. А на сегодня всё. Подписывайтесь и удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова